всем привет и добро пожаловать ко мне на канал сегодня будет наверное видео в основном направлено для начинающих вязальщиц но я думаю что я опытным будет интересно послушать для меня вязание давно перестала быть бюджетным хобби потому что для вязания для своего хобби помимо основных инструментов такие как крючки и спицы книги пряжа то есть нужно еще маленькие вот такие помощники аксессуары сегодня я вам покажу свою коробочку которую меня практически всегда под рукой здесь я храню самые необходимые мне маленькие аксессуары для вязания сразу скажу что ни с одной из марок брендов которые буду называть и показывать я не сотрудничаю все что здесь находится основываясь только на свой личный опыт на свое личное мнение и на свой выбор при выборе для меня важна функциональность и соответствие цена и качество цвет и красота для меня это уже какие-то третичные признаки то есть мой основной посыл я за функциональность за простоту и за соотношение цена-качество и так прежде чем начать любой процесс мы начинаем наше вязание всегда сверху вязывания образца я думаю на этом застрять внимание особенно я не буду единственное хочу попросить особенно новичков вязание пожалуйста вяжите большие образцы и вяжите тем узором которым вы планируете вязать плечевой свое изделие ну и в принципе любое изделие когда мы связали образец первое что нам необходимо чтобы вычитать плотность это сделать замеры замеры можно замирать абсолютно любым предметом который у вас есть под рукой скажите вы наверное часть я с вами соглашусь у меня в арсенале есть вот такая рамка отаде есть вот такие компактные рулетки это от хаяхая это простая китайская это тоже простая сантиметровая лента и теперь давайте поподробнее о каждом из них поговорим значит а если я вижу очень часто в дороге я вижу в дороге на дальнее расстояние неважно работу ли я еду есть у меня есть какие-то небольшие процессы которые можно вязать в дороге для меня важна компактность поэтому свой выбор и предпочтение я отдаю вот таким рулеткам данная рулетка у меня из китая абсолютно функциональная вещь плюс ее в том что можно вытащить на необходимую длину сантиметровую ленту нафиксируется на ней четкая ясная разметка все читаем и все видно и плюсы в том что она действительно благодаря тому что она нажатием кнопочки сворачивается ленту обратно то есть не нужно постоянно распутывать ленту ленту находится не скрученная не перекручивается она в идеальном состоянии что касается самого качества рулетки дань у китайцев но немножко подхрамывает иногда западают кнопки и лента перестает просто работать нестабильно зафиксирован вот этот язычок имеет свойство вот здесь расклеивается здесь просто клей а кончик склеен и когда бывает так что например расклеился вот этот кончик язычок высвободился где-то он потерялся и лента потом просто вся ушла туда во внутрь этого каркаса и она становится не такая удобная в применении в таком случае я просто выбрасываю покупая но она стоит очень бюджетно то есть это недорогое приобретение на скак о котором можно потом пожалеть если говорить о том чтобы были у вас красивые фотографии красивая картинка можно купить чуть подороже что является неудобным так это вот такие сантиметровые ленты они в основном подходят для домашнего применения если у вас есть постоянно время и желание периодически ее распутывать и вот так сворачивать у меня ни времени ни желания нет поэтому данной сантиметровой лентой я не пользуюсь теперь что касается вообще в принципе сантиметровых лент я хочу обратить ваше внимание в моем визуальном опыте были разные сантиметровые ленты если хочу сказать пожалуйста смотрите чтобы уделение на лентах начиналось с нуля это важно не покупайте подобные ленты это мне лента пришла мне вместе с набором крючков из китая как бы что с нее взять можно подумать единственная еще посыл если у вас есть простая линейка в доме просто приложите вашу ленту к этой линейке деления должны совпадать это тоже важно потому что у меня в опыте были опять же сантиметровые ленты которые не совпадали по делениям то есть там разница погрешность была буквально там пару миллиметров но в общей сложности это достаточно существенная разница потом в мерках да и в измерении образца тем более что касается вот этой рамки она удобная тем что можно сразу большой образец приложить а и просчитать количество петель и рядов это очень удобно потому что здесь разметка по 10 сантиметров но что касается портативности то она не так удобная то есть ее нужно куда-то определять она сделана из винилового такого материала то есть она достаточно хрупкая и просто так абы куда ее как бы ну перевозить я не советую я ее обычно храню в этом наборе с чего она прекрасно туда помещается и тогда сохраняется ее целостность еще на этой рамке есть вот такие отверстия эти отверстия нужны для того чтобы измерить размер спиц зачем мерить на размер спиц у меня помимо вот этой рамки есть еще вот такое не кольцо я не знаю круг такой измерительный я раньше вязала очень часто и много на спицах от книг про на них отсутствует маркировка у меня есть другие бюджетные спицы на которых была маркировка но со временем она просто стерлась и уже размер спиц чисто опытным путем на глаз я уже определить не могу особенно что касается а если это какие-то четвертовые размеры их так называют когда-то 275 например 325 до четвертинки эти поэтому очень удобно иметь под рукой вот такие кольца единственное да скажу каким она может быть абсолютно любым у меня вот это вот этот круг из китая он со вообще там какие-то смешные деньги то есть в арсенале если вас бюджетные спицы вы теряетесь в размере спица пожалуйста приобретайте это действительно бюджетно это практически не знает сноса я очень давно им пользуюсь с меня она полностью устраивает следующее на что необходимо обратить внимание давайте наверно сразу про петли держатели поговорим петли держатели бывают абсолютно разные по размеру по цвету по качеству по длине по толщине тоже они бывают разные у меня в арсенале есть петли держатели китайские с алиэкспресс по моему есть также от drops и других марок из всего что я могу вам сказать в принципе они все одинаковые то есть у них одинаковый материал это алюминий и они функциональны то есть их функция заключается в чем чтобы держать петли я отдаю предпочтение китайским набором потому что это бюджетное свой функционал они выполняют конечно также какие петли держатели от drops они имеют свои небольшие минусы минусы в чем со временем это может гнуться потому что это не такой стабильный материал да это алюминий имеет свойство гнуться во вторых что касается окраски у drops краска более матовая чем у китайских у китайских вот таких краска глянцевая не очень гладкие хорошее скольжение петель почему мне важно скольжение петель на петли держатели у меня вот для сравнения есть вот такой от drops он много даже вот видно дал матовый и он шероховатый и он действительно хорошо держит петли но я в основном когда вот такие длинные используют петли держатели я использую их потом как спицу то есть когда у меня уже есть здесь петли я не переснимаю обратно их на спицу мне удобно вязать прям с этого петли держателя если у меня это небольшое количество петель но если мне например надо какие-то петли оставлять я использую как спицу просто провязываю это действительно удобно поэтому для меня важно чтобы кончик было немножко заострен и при этом чтобы он не был слишком острый чтобы не было вероятности до что деформировать петли зачем за счет подцепления вот этих нити особенно если нити мне многослойным несколько сложений особенно если это бобинная пряжа я вижу 5-6 сложений и не хочется чтобы все это портилось до чтобы петли портился функциональность у них очень простая поэтому еще раз скажу на не вижу смысла вкладывать покупать что-то дорогое какого-то бренда возьмите просто обычные китайские они очень удобные у них есть в одном наборе сразу несколько разных размеров функционал у них простой они выполняют свое прямое назначение меня не полностью устраивает также я вижу иногда небольшие образцы и тогда я стираю образцы прямо на петли держатели петли не закрываю иногда это очень даже хорошо выручает если у меня шивное изделие и мне не хватает пряжи на сборку изделий то есть я вот этот образец потом распускаю использую полученную вот эту пряжу для сборки изделий то есть для швов это очень удобно поэтому петли я не закрываю и стираю свой образец прямо на петли держатели для меня это удобно это я рекомендую к покупке дальше что еще нам необходимо для нашего вязания конечно же это ножницы они могут быть абсолютно любые у меня есть вот такое кольцо с лезвием она удобна тем что когда вы вяжете такой процесс где вам часто приходится отрезать нить обрывать не добрать новую нить если это например как я сейчас вижу образец мозаичной техники крючком то в каждом ряду каждый новый цвет нужно и каждую нить надо обрезать это удобно что мне не нужно постоянно брать в руки ножницы я просто надеваю кольцо на палец указательный да вижу крючком когда у меня конец ряда и пришел момент что мне надо нить обрезать просто и подцепляю и отрезаю а то здесь просто вот такое лезвие я им пользуюсь поэтому на немножко выглядит не совсем аккуратно то есть любой стороной удобно для вас очень удобно фиксировать на пальцы плюс этого кольца в том что он достаточно на любой может практически толщины палец одевать надеваться то здесь с этим проблем нет очень удобно он легкий его практически не ощущаешь на руке в плюс всегда под рукой не нужно искать ножницы эти ножницы у меня достаточно часто в обиходе они маленькие компактные их удобно брать в проектную сумку удобно брать в дорогу и в принципе хранить их тоже они много места не занимают единственный нюанс который нужно учитывать при выборе ножницы еще помимо того что они должны быть затачиваем что у них должны быть вот такие кончики идти на заужение это удобно когда вам необходимо отрезать как прям самый-самый край кончика да там где например узелок мы под корешок отрезаем где действительно нужно максимально и приближенная тогда удобно этими кончиками подцеплять и отрезать поэтому ножницы должны быть обязательно острый желательно с вот такими острыми концами вы ими везде можете все достать и отрезать также пока у меня не было машинки для катышек какие-то крупные катышки я просто подрезала вот этими ножничками это делать очень удобно хочу вам показать то без чего в принципе сложно представить если вы много вяжете это вот такое небольшое изобретение называется на счетчик рядов у меня это от марки ади я не рекламирую данную марку но просто для меня это оказался наиболее функциональным и по соотношению цена-качество наиболее приемлемый вариант счетчика рядов их существует очень большое множество они бывают разные бывают и кольца например как от книг про но это уже более скажем так подороже сегмента то есть небюджетное приобретение есть просто китайские если найду фотографию обязательно постараюсь вставить что я имею ввиду для меня они оказались абсолютно не функциональным потому что эта система обращения всегда является не точной и есть риска сбиться до неловкое движение уже ты потерял как бы там правильную правильный счет что касается этого счетчика рядов он удобен тем что во первых у него вот такой силиконовый ремешок мягкий он не натирает ничего и здесь за счет того что регулируемая длина на то есть можно варьировать на на по размеру на какой именно хотите вы палец полнота рук у нас тоже у всех разная да кто-то имеет более пухлые пальцы кто-то не очень то есть это действительно удобно я им работаю просто надевая вот так на большой палец мне это больше нравится мне это комфортно и когда я вижу провязываю ряд нажимаем на кнопку и счет идет а сейчас у меня здесь на счетчике есть уже фиксированное число это число 20 потому что у меня есть процесс помимо того что он удобен и не мощность такая замечательная функция то есть нажимая на вот эту кнопку посередине вы фиксируете каждый ряд но если вы например отлучились на долгое время или у вас уже прошла ночь настал следующий день он запоминает последнее фиксированное число это очень удобно в отличие от китайских а сейчас он погас то и мне стоит только вот один раз нажать на кнопочку я вижу то что которое было последним зафиксировано сброс всех чисел на счетчик рядов сбрасывается нажатием вот на эту маленькую кнопочку у вас все обнуляется вас будет ноль сейчас я этого делать не буду потому что я им работаю если вы многопроцессница также как я то я рекомендую конечно же иметь пару штук в запасе вот таких счетчиков рядов это действительно удобно это действительно функционально еще один плюс этого счетчика рядов это замена батарейки здесь есть вот такие небольшие болтики их можно открутить и батарейку поменять то есть это действительно функциональное соотношение цена-качество здесь меня полностью устраивает действительно я рекомендую к покупке какой это будет марки вы решайте сами для себя я свой выбор сделала в пользу ади и еще покажу здесь у меня есть клеем они можно говорить бесконечно долго я еще в поиске своего идеального клея единственное скажу что при выборе клея это далеко не бюджетно должна быть покупка потому что хороший качественный клей он не может стать бюджетно при выборе пожалуйста обратите внимание на то чтобы клей был водоустойчив я уже сталкивалась с тем что у меня был текстильный клей но которым при которой при этом легко растворялся в воде то есть это вообще что не функционально особенно он был не бюджетный марку называть не буду пока остановилась на этом клее при выборе клея учитывайте тот момент что он должен быть после склейки чтобы у вас нет не стояла колом чтобы он был достаточно вот мягким насколько это возможно использовать бесцветный клей прозрачный клей тоже можно этот не бесцветный он такой белого цвета он выглядит как клей пва на первый взгляд его нужно абсолютно минимальное количество буквально меньше даже капельки на кончики иглы буквально им хорошо соединять кончики нити натуральных составов такие как хлопок например но в любом случае прежде чем пользоваться любым текстильным клеем для склейки кончиков я рекомендую все-таки произвести образец то есть отвязать образец и из той нити которая будет на несколько раз переклеена чтобы вы понимали как поведет себя клеев полотне конкретно на в изделии и как он вообще переживет стирку неоднократную например стирку при разных температурах и как он вообще будет выглядеть вот этот клей у него есть небольшой минус в том что все-таки нить не становится пластичной то есть он фиксирует понятно да но при этом нить становится грубее и для особо чувствительных все равно в полотне он чувствуется кто бы что не говорил клей это то что вот она становится склеивает то есть у нас не теряет в этом отрезке пластичность теряет мягкость и он все равно чувствуется если у вас достаточно большое длинное расстояние до склейки вот этот участок склейки то у вас от одной две петли она будет отличаться в полотне потому что просто они будут не то что не раскрыты эти петли их просто будет видно потому что они будут корявые опять же это нюансы клея поэтому если вы уж решили использовать клей в своих изделиях то выбирайте максимально качественный хороший клей вот на этом экономить не стоит это однозначно я если вижу отшивное изделие то есть я стараюсь лучше оставлять меньшие кончики по краям изделий потом все это прячется во швах нежели чем склеивать до вязать по кругу и потом переживать что где-то что-то у меня расползется то есть имейте это в виду ну и теперь еще к самым разным мелочам у меня есть вот такая коробочка здесь я храню свои маленькие сокровища разные значит здесь речь пойдет о таких приспособлениях как маркеры и иглы давайте наверное сначала про иглы иглы бывают абсолютно разные их основная задача сшивать изделие вязаное полотно на конечно же и конечно же прятать кончики я при помощи игл тоже прячу кончики это очень удобно поэтому при выборе игл важно обращать внимание на сами концы иглы они не должны быть острые но и не должны быть тупыми потому что тупыми все равно как-то тяжеловато пробиться по петелькам да по полотну а острыми есть вероятность зацепить волокна или несколько не то если вас не пряжа вы вяжете несколько сложений или пряжа слабой крутки то есть есть вероятность пройти не в петлю а просто подцепить ниточки когда вы будете распускать такие швы то столкнетесь с проблемой что практически это будет не распускаемо и так говоря про иглу у меня они абсолютно разные пластмассовые металлические есть подороже есть и по бюджетные есть вот такие пластмассовые они имеют место быть если у меня полотно например вижу на спицах номер восемь то есть это достаточно большое какое-то полотно толстая пряжа тогда я использую вот эти иглы не самые обычные пластмассовые бюджетные покупала их набором поэтому за них ничего говорить не буду в основном я работаю вот такими иглами для меня важно что ушко должно быть достаточно большое чтобы можно было без проблем вдеть сюда нить в наборе шли около семи игл и они были разного размера то есть побольше поменьше но в принципе функционал они свою выполняют а то есть я прячу кончики иглами а теперь покажу иглы нашумевшие от книг про для меня эти иглы вот как видите на тоже я их часто использую и получается что у них хорошая задумка с вот этими ушками из лески то есть удобно варьировать толщину нити плюс когда вы продеваете сквозь петлю или по полотну идете то есть он по идее у вас четко по вашему объему нити фиксируется ушко но со временем к сожалению ушко деформируется и уже не так удобно ими работать не так это функционально а если сравнивать по цене да то конечно же лучше купить китайские бюджетнее даже если у вас иглы потеряются это не так страшно это расходный материал можно всегда купить новый эти стоят не так бюджетно да и учитывая их качество вот я их не рекомендую к покупке дальше что нам еще потребуется это конечно же маркер маркеры бывают абсолютно разные есть вот такие у меня это от набора чагу и есть вот такие простые значит проговорим про маркеры данные маркеры в принципе удобны только для того чтобы на самой спицы помечать вообще маркеры нам нужен для того чтобы например отграничить наш аэропорт узора выделить какие-то центральные линии петли да там какие-то может быть убавки помечать чтобы потом просчитывать их количество и так далее то есть маркер для меня должен быть функциональный и он один должен выполнять все вот эти функции которые я перечислила чуть раньше если говорить про вот эти маркеры то они просто нужны чтобы быть на спице для меня они не настолько функциональны поэтому они у меня еще до сих пор в новой упаковке я их даже не раскрывала ими не пользовалась и для меня это не так ценно мне хочется сказать вот про вот эти маркеры здесь у меня разные марки представители бренда если вы хотите да можем так назвать говоря про маркеры и здесь у меня представлены маркеры от книг про дропс ади и простые китайские вот такие для меня важен функционал поэтому я всегда отдаю свое предпочтение вот таким маркером которые могут открываться и закрываться то есть имеют такой замочек что китайские что дроп что книг про вот эти пластмассовые они абсолютно одинаковы и в тех и в других попадается заводской брак бывают проблемы с заусенцами я это так называю да когда вот этот пластный кусочек пластмасса еще торчит если вы будете проводить пальцем вас пальц будет цепляться соответственно это цепляется в полотне особенно если вы вяжете с пушистой пряжи все это неудобно некомфортно единственно хочу сказать да по поводу китайских есть еще вот такие вот металлические они тоже очень удобно единственный нюанс я бы с ними не стала стирать полотно или процесс потому что они имеют свойство ржаветь но так в принципе функционал они свой выполняют их можно также размещать на спицы надевая на спицу а также можно в самом полотне то есть это вот те маркеры которыми можно помечать например убавки да то есть на каждую бабочку вы просто в полотне прикрепляете маркеры у вас уже все обозначено они обычно продаются в таких небольших пакетиках обычно бывает это от 100 штук но будьте готовы что если вы будете заказывать вот такие маркеры из китая то 10 процентов это приблизительно 10 штук из 100 вы просто выбросите в моменте сортировки потому что у кого-то будет как я сказала заусенцы какие-то будут не совсем правильной формы даром или не будут закрываться вообще в принципе то есть это нормально будьте готовы к тому что 10 штучек примерно вы отсортируете из 100 ну а так в принципе это очень функциональные маркеры мне удобно ими пользоваться они легкие для меня это важно потому что я сейчас смотрю очень популярны а красивые маркеры на используются кулончики из кристалла сваровские камни что только не вешать но для меня это дополнительный вес на спицы если я вижу большой какой-то процесс увесистый да то дополнительные те же самые 70 100 грамм не как-то вот не хочется напрягать свои кисти рук поэтому я даю предпочтение вот таким простым легким невесомым функциональным маркером еще мне есть вот такие маркеры от ади они наверное тоже ваши для эстетики для красоты и в принципе их можно дано списываем надевать помечать начало кругового ряда но здесь максимальный размер до пяти с половиной если говорить про полотно из полотне фиксировать невозможно потому что посмотреть у них вот такое есть увеличение на конце дака тут идет по принципу тоже замочка и они слабо держатся если вы даже пометите петлю то потом вытащить из полотна проблематично цепляется все петля деформируется то есть я потом видно в полотне как она становится кривая не очень привлекательная вот такие маркеры поэтому да не тратьте большие деньги на покупку каких-то маркеров брендов не знаю там дропса этого же самого книг по либо еще какие-то возьмите просто китайские обычные маркеры которые вам за 100 штук обойдутся меньше чем 1 евро на и которую даже если вы потеряете со временем придут они в негодность вы не сильно расстроитесь и просто купите себе новые если говорить про начало кругового ряда иногда когда вот такие разноцветные маркеры сложно потом поймали где у тебя было начало кругового ряда я просто цепляю один на один вот так маркер на и просто у меня получается двойной маркере это обозначение моего начала кругового ряда если я вяжу по кругу ну в общем вот такие показала я вам мелочевки да сразу же думаю понятно что вязание как я и сказала давно перестала быть бюджетным хобби и что постоянно хочется пополнять свои какие-то запасы да чтобы было проще работать чтобы было удобнее чтобы действительно вязание доставляло удовольствие но на этом у меня все если вдруг что-то забыла или упустила напишите мне в комментариях может быть где-то что-то я не достала в основном я храню вот эту всю мелочевку вот в этом контейнере так сказать на в этой коробочке поэтому я думаю что в принципе вам все показала но это как всегда спасибо что посмотрели что остаетесь со мной до скорых новых встреч пока